Есть у нас претензия из разряда «а мне показали». Чему человеку напарили лесу, который битый? То есть вот по стакану, что это все не родной. Лонжерон вареный, стакан переваренный, шпаклеванный. Классно, мы можем поехать к этому парню, чтобы он рассказал о том, чтобы оно было битое? Смотри, тут грунтовка, тут стаканы. Соблюдай, дружочек, субординацию. Это машина тотального боя. Странно, что крыло, то есть, ну, родной краски, как бы, ну, а как она внутрь получила? Получается, либо в колесо. За какой хер вы получаете деньги? Не будет жанка, мы подаем потом в суд. Друзья, всем привет. Все уверены и все знают, что враг автоподборщика – это перекуп. Но нет, враг автоподборщика – это советчик заказчика. Эксперт, назовем его так. Сегодня история о том, как друг, советчик, заказчика будет подавать на меня в суд. Есть у нас претензия из разряда «а мне показали», хотя изначально машина была ударенная в бампер, она там была. В общем, не рекомендовали мы эту машину, я скажу так. Но, тем не менее, пришли к общему знаменателю, что плюс-минус у этой машины жизнь будет. И вот сейчас претензия, что там типа вареные стаканы и чуть ли не трэш этой машины. Сейчас приедет парень, будем посмотреть. Начало истории интересное, начало истории своеобразное. Своебразность заключается в том, что нужно было найти автомобиль до 8000 долларов. А заявка была, внимание, «Мерседес, 211-й кузов, не ржавый, 2,7 дизель». Ну, как бы их «Мерседеса в априори не ржавых не бывает, а здесь найти такой». Ну, как бы такая себе позиция, такая стрёмная затея. Потом вдруг нужно найти еще лучшее сочетание, внимание, «Ауди А8» в бюджете до 8000. Ну, с учетом того, что там алюминиевый кузов и с учетом конских объемов, мы понимаем, что лучше уже искать «Мерседес», чем «Ауди». И потом все-таки всплыл «Лексус». «Лексус ЕС-250-й» и найти такую машину действительно проще. Потому что машина нужна там 2004-2005 года. Искали, искали, нашли машину. Проемы целые. Двери у нас здесь не снимались, не вижу. Да, здесь все хорошо. Стекло мининое. Опять же, есть небольшие протертости на панели крыши. Крыша у нас родная. Так, здесь оно очень сильно посечено. Есть царапина, опять же. Есть немного битума, то есть очистить надо. Ничего я не вижу. Проблем каких-то. Опять же, единственное, очень много сколов на капоте. Фара сидит у нас по зазору. Есть у нас, опять же, скол небольшой на крыле. По фаре сколы достаточно много. И на капоте. Есть уже эчаги ржавчины. Так, вроде бы, выглядит ничего. Бампер у нас получается. Ремонтированный уже. Здесь скрашенный. У нас уже вот споклевка полопалась на нем. У нас болтается туманка противотуманная. Не сидит на месте она. Парктроника блеск. Проверим работу. Краска, лопнущая здесь. Вот где-то так. Так, бампер спереди у нас тоже сидит на месте. Опять же, облезла краска на нем. Посеченная решетка. Крыло переднее левое на месте сидит. Оно в родном окрасе. Значит, что касательно фары. Фара сидит по зазорам. Бампер у нас передний слегка не по зазорам сидит. Вот, опять же, крыло еще, кстати, все в сколах тоже посеченное. Ну, все как бы, все. Туманка у нас болтается. Бампер ремонтированный. Пока протерты облазнителем фары. По низней кромке чуть-чуть начинается жарчинка. Так, здесь все хорошо. Заводские наклейки. Так, фары у нас перепаковывались. Здесь все целое. Лонжероны сверху выглядят целые. Каких-то луаров не видно. По брызговикам тоже здесь все очень симпатично. Блока брыса. Нормально. Стаканы целые. Заводские точки везде на месте. Так, по трубкам, по радиаторам все на месте. Отлично. Вентилятор у нас. Диффузор сидит на месте. Радиатор у нас смененный. Радиатор кондиционера тоже у нас смененный. Мененный. Наконечники у нас целые. А радиаторы вы меняли или это уже кто-то до вас поменял? Смотрю, два радиатора меняных. Я менял только основной. Основной. А почему? Прогнил или сейчас? Ну нет. Ну я вот сейчас рассказывал. По полкамечек. У меня пыльник отзащит. Ага. И пробил его, да? Да, его на море ехал. Я понял. С этой стороны тоже. По лонжерону тоже я никаких не вижу дефектов. Никаких. А. Я знаю. С интервалом. Для вас здесь до 10-ти метров не очень захочет. 8-9. Ага. Распорка у нас. Целая тормозная жидкость. Проверим. Так. Крылья у нас не крутились. Здесь не крутилось ничего. Здесь тоже все хорошо. Пойдем с этой стороны дальше. Крылого у нас опять же все стоит по зазорам. Подкрылки стоят. С левой стороны слегка ободраны подкрылок. Надо будет поменять его. Опять же есть чуть-чуть по низу крыла. Вот ржавчинка начинает проступать. Есть скул опять же по крылу. Здесь по двери все сидит хорошо. Пластиковая накладка на месте. Дверь передняя левая. Тоже здесь с ней все хорошо. Стойка ветрового стекла целая. Есть у нас слегка скольки, как обычно. На крыше есть сколы. Опять же швы все заводские по порогу. По колесам здесь все хорошо. Пыльники целые у нас. Ланзероны целые. Ударов не видно никаких. А защиту сможем снять? Все-таки там вот спереди тоже что-то течет. Вот тут вот. Да. Машину выбрали. Машина за свои деньги. Очень неплохая. Силовой каркас кузова у нее весь целый. То есть сам кокон машины он целый. Она слегка получала там вперед. У нее там бампер не совсем на месте висит. Есть вопросы к фарам, которые перепаковывали. Панель передняя тоже с вопросами. Но это все знает заказчик. И безопасность целая. Двигателя Toyota ходят долго, счастливо и прекрасно. Машина за свои деньги хорошая. Ну, парень приобретает автомобиль. И поехал хвастаться друзьям. Проходит недели полторы. Звонит парень. Говорит. Вот, вы мне продали машину. Лонжерон вареный. Стакан вареный. С отдела контроля качества прилетают претензии. И я понимаю, что здесь возможно. Наш парень специалист. Сразу же какие подозрения. Сыграл с перекупом в... Она тебе денег, а машина хорошая. Вы понимаете, в чем просто суть? Ну, как бы, я... Ну, Валентин и этот вот продавец. Они, короче, двое из Донецка. Ну, это еще тогда они говорили между собой. Как бы. Я не знаю. Может, он его заинтересовал как-то. Может, ну... Я уже понял, типа, что Валентин, ну, либо не заметил этих нюансов. Либо, ну, был заинтересован. Мне важно, какое остальное состояние просто автомобиля. Ну, я же назначаю так, чтобы сам посмотрел. Приезжает парень. Смотрим мы на автомобиль. То есть, вот по стакану, что это все не родной. Сдайте толщину. Кто-нибудь. Вот там на видео тоже есть, когда он его замерял. Нет, ну, то, что на видео, мы сейчас нам проще прочелкать сейчас, чем смотреть на видео. Для ясности я поясню, что парень поехал поменять лампочки в Вышгороде в магазин. Ему сказали, что там лонжерон вареный, стакан переваренный, шпаклеванный. В общем, вот такая вот ситуация. Продали машину, которая не соответствует заявленному. Окей. Приезжайте, будем посмотреть. Судя по вот этим, по образовикам, чтобы стакан ушел, тут вот здесь все должно как-то... Чаще я сейчас все поясню, мне как бы сразу же для этого. То есть, окрас до металла, у него 36 микрон. То есть, это, ну, грубо говоря, треть кукуры. Поэтому... Так не должно быть. Окей, давайте я покажу на разных машинах, что оно, в принципе, так же. Ну, японцы, конечно. Здесь дальше. Когда идет вареный стакан, вот здесь вот вокруг. Ну, то есть, все эти следы, оно, в принципе, видно. Здесь я вижу, что точки везде родные, точки везде заводские. Вопросов по этому у меня нет. По самому стакану. То, что машина была с легким ДТП, мы это, в принципе, видели при осмотре. Тут бампер ввести. И стаканы больше всего. Да, ну, он даже до металла вытерло пластик. Нормально. Не, стаканы здесь точно родные. Я с этой стороны сейчас с той стороны посмотрю. Если у нас вдруг есть какая-то непонятка по одному стакану, сразу смотрим на вторую сторону. Он тоже приблизительно 30 с чем-то микрон. Вот там 37, здесь 38. Точки здесь заводские, они не нарисованные. То есть, если бы они были нарисованы, был бы слой шпаклевки, из чего его нарисовать. А так, нет, я не вижу. Странно, что крыло, то есть, ну, родной краски, как бы, ну, а как оно внутрь получило? Получается, либо в колесо. Так, а дело в том, что я не... Ну, я не вижу того, чтобы здесь вот... Я скажу так, вопросов к машине дофига. Ну, точно не к стакану. Сзади. То есть, видно, что у нее делали развал, видно, у нее меняли стойки, то есть, вот оно не на своих местах, да. Ну, я так понимаю. Пробег 300+. Так, лонжероны у нее везде ровные. Ну, когда пока не поехал, у меня к лампочке дальнего, то есть, как бы, ну, у меня даже мысли никакой вообще не было. Я думаю, коль уже эта машина ваша, ну, в прошлый раз я смотрел, продавец был против того, чтобы разобрать, посмотреть подушки. Я думаю, сейчас Валентин, как раз у него есть время выделенное. Под торпеду тогда уже. Ну, то есть, основной запрос у Николая это в любом случае, если здесь все целое, то посмотрите, что у нас в безопасности. Ну, до конца разобраться, да. Это в каком... Это в каком... Нет, в левом. Левом? Да. Не знаю, вы умеете туда. Есть толщик? Так, тихо, тихо, держи. Сейчас. Ну, то есть, человек пришел, он не видел, чем я занимался. Смотрим заново. А, еще вот нюанс. Когда я ТО делал, масло там меняло, фигра, короче, мне был сбился расход средний, то есть, который он прибил. То есть, показывал моментальный. Короче, то есть, обыскал и все кнопки, короче, уже я туда вот. Настого был. Они говорят, что, то есть, короче, шлейф в руле, где-то там что-то. То ли он перетерся, то ли... Ну, это в самой улице, да, бывает. Некоторые кнопки не работают. Я видел в очереди, что когда Валентин делал... Тогда я вот это тоже доплюсовал, да, это, по-любому, было развалено, короче, там подушки нету, провода непонятно. Есть большое желание разобрать. Здесь панель вот треснутая, но точки пока что я вижу заводские. Давай разберем. Здесь треснутая. Фильтр салона надо поменять. Разночку, смотрите, заводские. Если даже с частью панели вваривали... По полу микром. Точки заводские. Заводские все точки. Ну, панель лопнувшая, ну, типа... Здесь больше всего напряжения. Этой стороной больше ямы проходили, из-за напряжения она лопнула. Здесь вообще, блин, 25 микрон краски. То есть стерлась, получается? Нет, она не стерлась. Ее здесь мало, 30. Ну, это нормально. Это... Нет, вот сверху, под стекло, посмотрите. Вон, полочка вся ровная. И где никто молотками ничего не стучал, не подгонял. Я просто знаю, как... Перевожу на язык... Ну, Андрей у нас долгое время рихтовщиком был. И следы ремонта спрятать невозможно. То есть в любом случае они будут видны. Даже если их хорошо спрятать, вот проимитировать точку. То есть, ну, в смысле для того, чтобы заимитировать точечную сварку, понимаете, как это делается? То есть это металл... Два-три листа металла накладывается, потом подходит такая штука типа споттера с двух сторон, фигачит большое напряжение, и таким образом оно идет, сваривается, да. Переваривать стакан с завязки вот этой панели, ну, никак невозможно. Потому что у вас был бы шум просто. Или это... Любой дурачок увидел бы, что оно переварено. И здесь нигде, ни с правой стороны, ни с левой стороны, нет следов ремонта. Плюс везде есть заводской герметик, нигде нет никаких напылов. То есть вот эта вот часть внутренняя, она не ремонтировалась. Можем ехать даже на Сантадор. Мне для репутации... Неудобно. Не, стоп. У вас теперь есть уверенность. То, что вам неудобно, я же еще раз говорю, вот не нужно бояться быть нелепым. Мы думали, что мы сейчас вам навешали. То есть то, что... Да, и плюс вариант. Ну, я как бы... Навешали это одно. Вот вам парень рассказал, типа, ай, блин, герметик не заводской, а машина валенная. Аргументы какие? Что делать в том, что я на этом, в том деле, работаю, каждый день по 500-600 километров наезжаю, то есть по трассе. И у меня сомнения о том, что целая ли там вообще безопасность, подушки, короче, ну и вообще, то есть может там еще какие-то нюансы есть. Итак, следов того, чтобы приборка снималась, не вижу. Изолента здесь заводская. Да не, я это уже... Блин, тут так хер посмотришь. Я-то вижу, знаю, куда смотреть. Вот так глазом вижу, но не сниму. Но я смотрю вот здесь вот по этим, что оно не снималось. Даже вот здесь вот не видно ни следов, ни запилов. Вот даже подушку снял, Валентин. Можете с той стороны залететь и посмотреть, какая под рулем изолента, какая под приборкой изолента. А, вы видели уже, да? То есть безопасность у этого автомобиля есть. Плюс вот здесь что у нас. Вот она, эта штора висит. Причем я не вижу. У меня даже здесь везде ровненько, красиво. Я вам скажу больше. Вот этот уплотнитель часто вообще не снимали. А то, что проводка в многих местах изолента, это... Это... Вы имеете в виду вот такого плана изолента, вот как вот здесь? Да, да, да. Это заводская изолента. А это заводская? Это заводская изолента. Там ловстановая изолента, которая не пересыхает, не перетирается. Не, она там пересыхает, но вот иногда она раскрывается. А где вы меняли лампочки? В Выжгороде. В Выжгороде. А к ремонту автомобиля эти парни, кроме замены лампочек, имеют отношение? Ну, как бы нет. То есть, короче, я у него купил блок, лампочку, ну и плюс работа, он заработал в зал. Ну, вот так. Пока он меня говорит, она что-то, сколько там за машину дала, она говорит, она битая была. Классно, а мы можем поехать к этому парню, чтобы он рассказал о том, чтобы она была битая? Ну, то, в принципе, можем. Ну, я вообще, вот, в принципе, посмотреть на реакцию человека, готов ли он вообще ответить за слова. Я просто в тот момент так обидно, когда он смотрел, я думаю, ну, ладно, хорош прикалываться. Да не, ну... Здесь надо сделать пояснение, потому что, если не поняли мы, то не поймут и многие. Мы владеем информацией о том, что заказчику сказали о том, что плохой автомобиль в автомагазине в городе Выжгород, там, где ему меняли лампочки. Сказали, что там вареный лонжерон, сказали, что там шпаклеваная, вареная сам стакан амортизатора, чашка, назовем ее так. Ну, мы же возмущенные. Окей, поехали на разбирательство в Выжгород. Парень, а поехали. Ну и садимся по машинам и едем. Мы не знаем, есть там тот парень, нету. Благо, это не выходной день, потому что следующий свободный у него день, это воскресенье. Он специально взял выходной день для того, чтобы закрыть все эти вопросы. Мы все оставляем, прыгаем в автомобиль и поехали в город Выжгород. Я выбирал этот автомобиль. Но капот крученный, фары дваяные. Стоп, 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 битый стакан. Идемте, покажите на машине, чтобы не ехать. И ехать с человеком. Я же не просто так смотрел, это не я, подождите. Я сказал одно. Первое, капот откручивался, и передок был разбирался. У вас стоял товарищ, говорит, смотри, тут грунтовка, тут стаканы. Тут я не вижу. Это товарищ. Я просто сказал то, что видел. То, что капот крутился, и фары не подключены были. Блок был, то было, и то было. Про стаканы, я вам и слова не говорил. Про распорку, это он говорил, не я говорил. Была такая? Да, была. Там смысл в чем? Она действительно вперед была лупленая, там барька не идет. Я не знаю, я увидел то, что передок. Почему? Потому что проводка была вот так вот, надо было ксенон распредключить. Потому что лампа не стояла, блок не стоял, габаритиков не было, фары распакованы. То есть, того, что там разваленные стаканы и все остальное, это не ваше? Это не я говорил. И грунт на стаканах, это тоже не я говорил. Вы вспомнили. Ну, да, так. Ну, просто тогда у меня шок был. А третий это кто? Сотрудник. А, сотрудник. Ну, это вот то, что я называю, вот советчики. Ну, так вот. Ну, я просто... Все, тогда, ребят, извините, но мне было сказано, что вы сказали, что машина говно... Я за репутацию, поэтому... Фары разбирались. Это мои слова. Это все верно. Я никуда не скрываю. Все, окей, спасибо. По поводу стаканов, я не скрываю. Тогда не будем нагружать. Все, спасибо. Шок тогда был. Не вопрос. По поводу стаканов, человек, который был с вами, говорил, крашеная грунтовка, стаканы и тому подобное. Не на камеру. Я заказчику сказал, что друг это одно. То есть, когда есть друг, и друг смотрит, и друг может оказаться неправ, ваши отношения могут пошатнуться, потому что может сыграть самолюбие, может еще что-то. Поэтому мы... Окей, можно было пригласить друга на тот момент, но мы оставляем друга в покое. Парень говорит, ребят, я все увидел, я все понял. Спасибо вам большое за пояснение. И мы разъехались в разные стороны. Ребят, не забывайте подписываться на наш инстаграм-канал. Вот там есть реальная жизнь нашей компании каждый день. Там столько интересных историй, которые не появляются в ютубе. Катастрофическая нехватка времени. Вот всю ту деятельность, которую мы ведем, фигачить про каждый сюжет, про каждый какой-то автомобиль, делать какой-то сюжет. А вот в инстаграме там дофига интересного. Поэтому, если хотите быть в курсе событий, вот здесь вот напишем нас в инстаграм. Подписывайтесь, там весело. Проходит неделя. Раздается в воскресенье вечером звонок. Звонок нашему Валентину. Я знаю, что нас смотрят с детьми вот на этом моменте. Уберите, пожалуйста, детей от экрана, потому что там, ну, мы замяукали, нецензурные лексику. Ну, дети же у нас далеко не идиоты и все они прекрасно понимают. Поэтому давайте послушаем тот разговор, который позволяет незнакомый себе человек в нашу сторону. Да, да, здравствуйте. Скажите, весу же можно сейчас подъехать на Высгород? Ну, сейчас нет. Я сейчас на работе. Ой, на работе. На выходной, в смысле. Вы на выходной. А почему вы человеку напарили лексус, который битый? Битый? Да, он битый. Ну, давайте тогда завтра подъедете, посмотрим. Человек уже подъезжал. Я вот прошу, я готов вам оплатить сейчас такси на Высгород, чтобы вы подъехали, я вам показал все нюансы. Момент. Воскресенье, у всех выходной. Приезжайте сейчас в Высгород, все бросайте, приезжайте. Ребят, все бросайте, приезжайте в рабочий день к нам в офис. И мы здесь все расскажем в очередной раз и покажем. Хотя я уже сторонник общения дальше только через Сантодор. Потому что вот Сантодор, это действительно будет некая независимая экспертиза. Ну, не некая, а реальная, юридически оформленная независимая экспертиза. Ладно, мы кучка людей, энтузиастов, которые помогают людям выбирать честные небитые автомобили, но у нас нету юридического подтверждения. К сожалению, пока. Но есть мысли, мы над этим будем работать. Но слушаем дальше. Он битый, блядь, в морду. И вы говорите человеку, объясняете, что он нихуя небитый. Ругательные слова, которые человек позволяет себе высказать в сторону незнакомых людей. Принципы его воспитания оставим в стороне. Значит, то, что автомобиль был ударенный, мы показывали при осмотре автомобиля. Поверхностном человек прекрасно знает о том, что автомобиль ударенный. Слушаем дальше. Ну, подождите, вы так тоже не разговариваете. Давайте тогда завтра мы встретимся и поговорим. Я боссу скажу, и мы подъедем, поговорим, посмотрим все это дело. Подъезжайте, будем говорить. Хорошо, хорошо. Все, давайте. Ну, завтра только смотрите. Ну, я смотрите. Я завтра с утра буду на работе, с боссом переговорю и наберу тогда Андрея. И тогда что-то на времени. Хорошо. Набирайте, да, подъезжайте. Все покажем, все расскажем. Хорошо. По поводу быстро-срочно приезжайте. Прошло уже два дня с момента этого обращения. Мы написали в чате о том, что, пожалуйста, приедьте к нам, нормально сядем, пообщаемся. Игнор. Я отправил ранее видео, игнор. Вместо этого нам просто такой, как плевок в лицо, присылают фотографию, типа, вот здесь скрученные болты. А вы мне можете в двух словах рассказать, что там бито было? Он битый по ходу машины в левую сторону, в передок. Вытянутый стакан и мненный капот, это раз. Сначала первая претензия была то, что левый лонжерон, он вареный, шпаклеванный, перетянутый в комплекте с тем, что вареный стакан. Вторая претензия с лонжероном уже все хорошо, просто тянутый стакан. Но мы-то показали человеку и мы видим, что нет ни следов, ни ремонта, ничего. Мы разобрали машину, есть видео. Дальше. Кустарным способом промазанный герметик держателя капота, это два. Держателя капота? Да. Ну, палка имеешь в виду? Да, палка, 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 да. Потом дальше пары кустарным способом менялись, менялись после удара, потому что менялись стекла. Так, пары у нас перепаковывались. А пары вы перепаковывали, да? Или восстанавливали линзы, да? Дальше. Уложенный мотор. Это третье. Мотор завоздушенный у человека. Мотор уже просто пиздец. По поводу завоздушенный мотор. Значит, мы собрались со всеми людьми, ну, то есть у нас очередной мем, но это сейчас мы, а серьезно, мы сейчас не будем про мемы. Мотор бензиновый. Значит, что такое завоздушенный мотор? Мы так и не поняли, что имелось в виду. Возможно, там воздушная пробка, возможно, еще... Был бы дизельный мотор, я бы понял, к чему речь. А так, бензиновый мотор завоздушенный... Нам пока непонятно, что это такое. Кстати, может, кто знает, что такое завоздушенный бензиновый мотор, которому скоро будет добрый день. Напишите об этом в комментариях. Слушаем дальше. Потом дальше. Чтобы машине еще могу сказать. Она ударена именно в левую сторону, потому что это видно по зазорам дверей. Двери и крыло не видно, чтобы... Ну, хорошо, давайте тогда. Я услышал, завтра я с боссом переговорю с утра. Вы переговорите, скажите ему просто, что это не машина, это, блядь, это хлам, извиняюсь за выражение. Она видна визуально, то, что она въебанная, блядь, и сделана просто хорошо в Украине. У нее даже, вот я смотрю на нее, у нее зазор снизу один на дверях, сверху другой. Так же само по капоту. Я понял вас. Хорошо. Хорошо, завтра тогда наберем. А это... А как вас зовут? Просто, чтобы... Меня зовут... Вообще, типа, я как бы, ну, друг Андрея. Все, я вас понял. Просто рассказываю, как оно выглядит. И по зазорам видно даже с правой стороны, что она въебанная. У нее зазор по дверям спереди один, сзади совсем другой. Я вас понял. Хорошо, хорошо. То есть, все это мы посмотрим. И вопрос. Завтра тогда я наберу Андрея. Она битая, это, ну... Хотите, ну, я же говорю, я могу вам сейчас заплатить за такси. Можете приехать сюда лично. Я вам покажу просто все нюансы. Ну, я же заинтересованное лицо. У нас надо, чтобы со мной босс приехал, который как бы там... Позвоните боссу, объясните ситуацию. Ну, сегодня точно я его. Но сегодня он точно никуда не поедет. Вот смотрите, сейчас человек будет ехать на Киеве. Он сейчас находится в Выжгороде. Находится Выжгороде на этой машине. То есть, она у него наеднется. Ему придется ее ремонтировать. Вы ему сказали, что эта машина разу не битая. Я попробую передать со спокойствием слова. Перефразируем. Сломается автомобиль. Значит, пост перед приобретением был выписан рекомендационный лист, что там нужно сделать обязательно. Обязательно нужно поменять ГРМ. Обязательно нужно поменять ролик натяжной, потому что он там шумит, трещит. Он уже в ужасном состоянии. И вот то, что вот когда он заклинит, и ремень порвется, и будет беда с мотором, на это никто внимания не обращает. Потому что, когда парень покатался полтора месяца, мы ему раньше говорили о том, что надо поменять ремень, о том, что надо там. Сзади у него есть, вследствие где-то зацепили днищем, и есть трещина на корытии, которая под запаску. Это все дело нужно замазать, днищи нужно обработать. Дали рекомендации, что нужно сделать для того, чтобы у этого автомобиля была жизнь дальше. Так вот, нифига этого. Не сделано парень, вот дальше катается, типа, а зачем? Оно же не усугубляется. Ну, ездит себе и ездит. То есть, то, что оно у него может сломаться, по этой причине, никто почему-то не придает значения. Кто виноват? Правильно, козлы с один авто. Они продали битый автомобиль. Это... Ну, ни разу не битая, не в этом плане не битая. Я говорю, что там были ДТП мелкие, потому что там понятно, что по зазорам, по передку, там по фарам, по бамперу даже видно, что она там получала. Но о том, что там как бы со стаканами беда и с панелями, и с лонжевомами... Это машина тотального боя. Тотального. Хорошо. Это машина тотального боя. Ребята, тут не стреляна ни одна подушка. Это машина тотального боя. Здесь не зацеплен ни один, не поддавался ремонту ни один силовой элемент кузова. Парень утверждает, что это машина тотального боя. Ну, возможно, у него есть какая-то своя экспертная оценка, но, говорю еще раз, дальше общение с ними будет только через Сантадор. Если вы не смогли это определить, и, ну, как бы, человеку напали, или машину, заплатите мне, пожалуйста, деньги, я хочу у вас тоже заказать машину. Хорошо. Хорошо. Завтра мы туда созвонимся, и все это... Завтра с самого утра. В 9 утра был звонок вашего, или вы, или ваш начальник. Должен набрать... 9 часов не будет, но чуть позже будет. Чуть позже не будет. Дмитрий, скажу от себя еще раз. Лично с тобой я за одним столом не бухал, водку не пил, поэтому соблюдай, дружочек, субординацию. Имей уважение к другим людям. Подождите, вы получили деньги за свою работу? Получили, правильно? Ну, вы хотите подождите, вы хотите как-то поскандалить, или вы хотите разобраться до конца? Мне поскандалить я сам начальник. Я сам начальник. Третий это кто? Сотрудник. Я сам начальник. Я не хочу с кем скандалить. Вы... Я понимаю, хорошо, я претензии ваших вышел, теперь я должен ответить, правильно? Я говорю, завтра мы все это решим, я завтра с ботом проголосую. Андрей ждет от вас звонка. В 9 часов ровно нет, а где-то с 9 до 10 наберем. Мы ждем звонка. Не будет звонка, мы подаем потом в суд. Не будет звонка, мы подаем в суд. Скажу еще раз, сделал не звонок, сделал большое видеообращение. Предлагаю беспрецедентную акцию. Мы с вами вдвоем едем в Сантодор, вы подаете заявление, ну почему вы, потому что вы собственник автомобиля. Я это дело оплачиваю. По результатам, экспертизы, если говорят, что машина там вгашенная, вот до такой степени, как говорит ваш друг Дмитрий, что она тотальная, что она там с варенными лонжеронами, с тянутыми стаканами, я тут же на месте выкупаю этот автомобиль по полной стоимости, как вы за него заплатили на момент покупки. Несмотря на то, что вы его эксплуатировали какое-то время, несмотря на то, что вы нифига не сделали с этой машиной, не поменяли ни ролики, ни ГРМ, я закрываю на это глаза, выкупаю. Но если экспертиза скажет, что вот эти части, они нормальные, то за то, что осквернили имя нашей компании, а именем своим я дорожу и именем компаниям тоже, не надо полную стоимость машины. Отдайте половину стоимости машины. Все разложил по полочкам и общую версию предоставил и файл для того, чтобы потом у человека на случай, если в суд действительно дело пойдет, чтобы было некое доказательство первозданного источника, скажем так. Я со своей стороны предоставил все. Сегодня уже ровно три дня, как от парней нет ни ответа, ни привета, тишина полная в эфире. Мы в Телеграме пишем о том, что вот мы приглашали к себе в офис. В общем, никаких звонков, ничего нет. Я вот даже сегодня написал последнее сообщение тишина игнор. У меня есть подозрение, что все-таки мы им дали достойный видеоответ, но возможно, есть какие-то этому другие причины. Может что-то случилось, может еще что-то. Но в моем понимании, когда с матом пацаны выставляют претензию такую, что эй, бегом мне звоните, а потом три дня мороз, ну это как минимум неуважение. Могли бы сказать, что ребят, извините, или что-то еще. В общем, на связь никто не вышел. На монтаже я понял одну интересную вещь. На самом деле, вот за весь период времени, как мы общались с Андреем, у него не было претензий к автомобилю. У него было жуткое разочарование в глазах о том, что говорят про него его друзья. Так вот, возможно, это все-таки не разломанный автомобиль, а обычная людская зависть, потому что в разговоре, когда я с парнем общался в Вышгороде, когда выключили все камеры, и когда я объяснял, что вот когда касается дело дружбы, будьте здесь аккуратнее, я ненароком спросил, а на чем же ездит Дмитрий? Дмитрий ездит на каком-то автомобиле 90 какого-то года, не суть важно. Так вот, возможно, это действительно зависть, потому что вот парень смог себе заработать на Лексус, парень смог себе купить более дорогой автомобиль, а его за это, его друзья клюют, и возможно, это зависть. Возможно, я не прав, а возможно и нет. Рассудите меня, можете написать в комментариях. Андрей, у меня обращение лично к вам. Вы понимаете, что вы ездите на нормальном автомобиле. Это не хлам, это не тотал, как говорят ваши друзья. А если кто-то говорит такое, то посылайте их в Сантодор. Друзья, хочу донести мысль, что вот из-за таких советчиков, из-за таких людей, которые неквалифицированные, и происходят основные рекламации. Вот когда к нам приходят рекламации, практически всегда все начинается со слов, а вот мне сказали, а у меня друг посмотрел, а я там заехал на СТО. Неквалифицированные специалисты говорят, ну, я не зря хочу сделать школу автоподбора, я хочу подарить людям профессионализм, я хочу показать, как надо смотреть проект, куда смотреть, какие должны быть швы, какие должны быть мазки, какое должно быть, что такое засечка и все остальное. Ладно, что-то я не туда меня понесло. Ребят, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Я вам искренне желаю независливых друзей. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания Динафта. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.